14 марта будет отмечаться День православной книги. В преддверии этой даты епархиальные приходские библиотеки проводят различные мероприятия, которые призваны расширить круг знаний читателей о роли православной книги в развитии книгопечатания. Также осуществляется презентация редких изданий, проходят встречи с интересными людьми. Центральная православная библиотека Екатеринбурга познакомила жителей города и области с наиболее интересными экземплярами своего фонда и рассказала о первых печатных книгах Руси. Несмотря на то, что сегодня многие тексты можно найти в электронном варианте, традиционные библиотеки по-прежнему собирают немало читателей. Ведь здесь можно прикоснуться к истории и почувствовать, что вот эта книга, которую ты сейчас держишь в руках, читалась многими поколениями людей, что она хранит ценности, проверенные временем. Кроме того, в библиотеке можно встретиться с единомышленниками, с теми, кто также любит вдумчивое чтение и дорожит историей и культурой своей страны. В День православной книги Центральная православная библиотека Екатеринбурга организовала встречу с кандидатом исторических наук Алексеем Соловьевым, который рассказал о некоторых интересных фактах истории книгопечатания и о роли книг в нашей жизни вообще. Книга – это у нас живой разговор с Богом. Вот когда у человека плохо на душе, когда у него уныние, когда у него вот здесь буквально вот что-то внутри тягостно, то человек берет книгу, начинает молиться и там находит ответы, очень часто находит ответы на очень многие, многие вопросы, которые его беспокоили. И книга, она всегда человеку вот в этом предстоянии, в этом движении ко Господу она помогала. То есть, если посмотреть на те книги, которые у нас сохранились, которые нам в дар передали прихожане, то прежде всего это книги, которые во времена советской власти, они так или иначе прятались. Например, стенограмма 17 съезда партии, а внутри мы видим Евангелие. Или сборник журналов конца 19 века, а внутри сохранившаяся с тех времен свечечка, которая использовалась в виде закладки. То есть, когда читаешь эти книги, ты понимаешь, что ты являешься вот звеном, звеном вот в этой цепи веры. Для собравшихся читателей была проведена экскурсия по библиотеке. Сотрудники рассказали о том, какую литературу можно найти в их фонде. Здесь есть книги на любой вкус и современные, написанные доступным языком для тех, кто только начинает свой путь к Богу, и творение святых отцов, и жития святых для детей, и, конечно же, периодические издания. Для жителей Екатеринбурга действует абонемент. Для тех, кто проживает в области, открыт читальный зал. Каждую субботу проводится различные интересные мероприятия. На дне православной книги побывали и постоянные читатели, те, кто только открывает для себя это уютное место. Для меня это очень важно, чтобы душа всегда ищет место, где бы она нашла для себя любовь, особенно которая ведет ее к Богу, к миру, к людям. Вот здесь я это и нахожу, поэтому я хожу сюда с большой радостью. Я давно мечтала, во-первых, о этом, когда, ну, я не знала, во-первых. А сейчас, когда мне привели и показали, да, я больше хочу, во-первых, больше читать и интересовать себя. Спасибо. 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 Спасибо.